Эта хроника снята в 1967 году, в дни вероломной агрессии Израиля против арабских государств. Так шли тогда захватчики, всея смерть, оставляя за собой пепелище и развалили. Когда я был ребенком, то я любил вот с дедушкой и с бабушкой ходить на бульвар, где собирались старые евреи и говорили, ну, вам вчера удалось что-то услышать. И говорили, ой, что вы вчера так забивали, я имею в виду, что не в голове так стучало. Израильские агрессоры с благословением и при попустительстве США пытались свергнуть прогрессивные режимы в арабских странах. Израильские агрессоры. Агрессоры, да, израильские агрессоры. Ну, про то, что евреи-агрессоры, я слышала, наверное, с класса второго. Ну, я имею в виду из прессы. Из разговоров я понимала, что то, что говорят про Израиль в советской прессе, и то, что происходит на самом деле, это не совсем одно и то же. Игнорируя решение Совета безопасности ООН, израильские оккупанты укрепляются на арабских землях. С точки зрения советских властей, Израиль в этом смысле был для них такой вот коллективный еврей, который оказался частью западного лагеря, американским союзником, и страной, которая раз за разом наносила Советскому Союзу тяжелейшие поражения на информационном, дипломатическом поле и на поле боя. На стороне арабских народов Советский Союз, который был, есть и будет, активным поборником их справедливого дела. В школе за каждым вторым словом меня посылали в Израиль. На всяких собраниях, на комсомольских. По улице я иду, и мальчики там налетали и кричали, убирайся в свой Израиль. И евреям не очень-то можно доверять, потому что они все равно, они сердцем не с нами, они душой не с нами.